Добрый день, уважаемые десятиклассники и любители химии. Изучаясь кислород, содержащий органические соединения, в молекулах которых кроме атомов углерода и водорода присутствуют атомы кислорода, мы начали с класса спиртов. Напомним, что спирты – это органические соединения, в молекулах которых присутствует одна или несколько гидроксильных групп OH, непосредственно связанных с углеводородным радикалом. И мы уже познакомились с одноатомными спиртами, в молекулах которых присутствует только одна гидроксогруппа. На сегодняшнем занятии более подробно познакомимся с многоатомными спиртами. Во время занятия на примере простейших представителей многоатомных спиртов познакомимся с номинклатурой, физическими и химическими свойствами этого класса соединений, качественной реакцией на наличие в молекуле нескольких гидроксильных групп. А также сферами применения. Кроме того, мы узнаем, какое отношение к теме сегодняшнего занятия имеет автор, приведенный на слайде цитаты, Альфред Нобель. Простейшим двухатомным спиртом является этиленгликоль, так как в его составе две гидроксильные группы OH. А простейшим представителем трехатомных спиртов является глицерин. В составе его молекулы три группы OH. Использованы тривиальные названия многоатомных спиртов. Они не отражают строение молекул. На слайде, кроме структурных форм, приведены шаростержневые модели молекул, которые отображают расположение атома в пространстве. В предложенных вам примерах атомами углерода являются шарики черного цвета, а атомами водорода – голубые, кислорода – красные. Обращаю ваше внимание, что гидроксильные группы в молекулах многоатомных спиртов должны быть связаны с разными атомами углерода. Вещества, содержащие несколько групп OH у одного атома углерода, чаще всего очень неустойчивы. И в случае отщепления воды превращаются в карбонильное соединение. Поэтому в случае двухатомного спирта молекула должна содержать не менее двух атомов углерода, а в случае трехатомного – не менее трех. Познакомимся с номинклатурой многоатомных спиртов. Названия многоатомных спиртов строятся так же, как и одноатомных, то есть от названия соответствующего алкана. В конце присутствует суффикс «ол», свидетельствующий о наличии в составе молекулы гидроксогрупп, а перед ним суффикс, обозначающий количество гидроксогрупп – «ди», «три» и так далее. То есть тривиальному названию этиленгликоль соответствует систематическое название «этан-диол-1-2». Этан, потому что в составе спирта два атома углерода, и ему соответствует алкан-этан. Диол показывает наличие двух гидроксогрупп в составе молекулы. Цифры 1 и 2 указывают местоположение этих гидроксогрупп. Трехатомный спирт глицерин согласно систематической ненакулатуре ИУПАК назовем пропантриол-1-2-3. Состав молекулы глицерина отличается от состава молекулы этиленгликоля на группу атомов CH-OH. Поэтому эти два спирта не являются гомологами. Напомню, что гомологи – это вещества, сходные по строению и свойствам, но отличающиеся друг от друга по составу на одну или несколько групп CH-2. Ближайшим гомологом этиленгликоля является пропан-диол-1-2, так как состав их молекул соответствует общей формуле двухатомных насыщенностей спиртов, а именно СННН2Н2О2. Они содержат по две гидроксильные группы OH и отличаются на одну группу CH-2. А ближайшим гомологом глицерина является бутантриол-1-2-3, так как состав их молекул соответствует общей формуле трехатомных насыщенных спиртов СННН2Н2О3, и они содержат по три гидроксильные группы и отличаются на одну группу CH-2. Рассмотрим физические свойства простейших представителей многоатомных спиртов. Этиленгликоль и глицерин – вязкие, прозрачные жидкости, как сироп, сладковаты на вкус. Поэтому в названии этих веществ присутствует слово «гликос», которое означает «сладкий». Важно помнить, что этиленгликоль ядовит. Пробовать его ни в коем случае нельзя. Глицерин – безвредное вещество. Он гикроскопичен, то есть удерживает влагу, поглощая ее, например, из воздуха. И этиленгликоль, и глицерин, благодаря наличию гидроксильных групп, могут образовывать водородные связи с молекулами воды. Поэтому растворяются в ней неограниченно. Они имеют высокие температуры кипения. Так, температура кипения этиленгликоля составляет 198 градусов. Глицерина – 290. Переходим к изучению химических свойств многоатомных спиртов. Многоатомные спирты, как и одноатомные, содержат гидроксильные группы. Поэтому химические свойства одноатомных и многоатомных спиртов схожи. И первая реакция характерна для спиртов – взаимодействие со щелочными металлами. При этом образуются соли, соответственно, одноатомных или многоатомных спиртов. В случае реакции натрия с метанолом – это соль метилат натрия. Сатиленгликолем – гликолят натрия. Продуктом взаимодействия натрия с глицерином будет глицерат натрия. Следующая реакция, характерная для спиртов – взаимодействие с галогеноводородами. В результате данной реакции гидроксильные группы в молекулах спиртов замещаются на атомы галогена. На слайде приведены уравнения реакции метанола и этиленгликоля с бромоводородом. Следует отметить, что замещение второй гидроксильной группы в молекуле этиленгликоля протекает труднее, чем первой. Продуктами данных реакций являются галогензамещенные алканы. Бромметан – продукт реакции метанола с бромоводородом. Конечным продуктом взаимодействия этиленгликоля с бромоводородом является дизамещенный алкан 1,2-дибромэтан. Для многоатомных спиртов, как и для одноатомных, характерны реакции с азотной кислотой. В результате данных реакций в молекулу спирта вместо атомов водорода гидроксильной группы вводятся группы NO2. Реакции протекают в присутствии серной кислоты, которая выступает в роли катализатора. Продуктами реакции взаимодействия трехатомного спирта глицерина с азотной кислотой является нитроглицерин, который представляет собой бессветную мыслянистую жидкость. Он токсичен, но в малых дозах используется как лечебное средство, так как расширяет кровеносные сосуды сердечной мышцы и тем самым улучшает кровоснабжение сердца. Нитроглицерин служит исходным сырьем при производстве бездымных пороха и динамита. Немного истории. Динамит был изобретен Алфредом Нобелем. Именно поэтому в качестве эпиграфа к этому занятию были взяты слова этого знаменитого шведского химика. Алфред Нобель завещал часть прибыли своих заводов по производству динамита на выплату Нобелевских премий за выдающиеся достижения в науке и литературе. А получают динамит, пропитывая особый сорт глины кизельгур нитроглицерином. Следующая реакция особенно важна. И характерна она только для многоатомных спиртов. Это реакция со свежеосажденным гидроксидом меди на холоду, то есть без нагревания. К раствору щелочи добавляют немного раствора сульфата меди-2. При этом выпадает голубой осадок гидроксидом меди-2. К полученному осадку добавляют водный раствор этиленгликолин. Визуально будет наблюдаться растворение осадка гидроксидом меди-2 и образование насыщенного мусильково-синего раствора. В раствор переходит комплексное вещество, называемое гликолят меди-2. Это качественная реакция на многоатомные спирты. Аналогично в реакцию с гидроксидом меди-2 вступает глицерин. С помощью этой реакции легко отличить водные растворы многоатомных спиртов от растворов других органических веществ, например, одноатомных спиртов. Обращая ваше внимание, что, используя ссылку в QR-коде на страницу 147 учебного пособия по химии, вы можете наглядно познакомиться с качественной реакцией на многоатомные спирты. Переменение этиленгликоля и глицерина. Этиленгликоль и глицерин похожи друг на друга по физическим свойствам. Они представляют собой вязкие жидкости. Кроме того, для них характерны общие химические свойства. А вот физиологическое действие этих двух многоатомных спиртов различное. Этиленгликоль ядовит, а глицерин, например, используется в качестве пищевой добавки. Водные растворы этиленгликоля имеют очень низкую температуру замерзания, до минус 70 градусов по Цельсию. Благодаря этому свойству этиленгликоль применяется в качестве антифриза, жидкости, добавляемую воду, чтобы понизить температуру замерзания. Антифризы заливают в системы охлаждения, в частности, автомобильных двигателей. Кроме того, этиленгликоль применяется для получения пластификаторов, смягчителей, используемых в лакокрасочной промышленности. Применение глицерина основано на его гигроскопичности. Он очень хорошо поглощает влагу. Поэтому глицерин используется в качестве увлажняющего компонента при производстве различных мазей, кремов и других косметических средств. Также его используют в кожевинном производстве для предохранения кож от высыхания, к текстильной промышленности, для отделки тканей с целью придания им мягкости и эластичности. Получаемый из глицерина нитроглицерин служит исходным сырьем при производстве бездымных пороха и динамита. Подведем итоги занятия. Многоатомные спирты – это органические соединения, молекулы которых содержат несколько гидроксильных групп, соединенных с углеводородным радикалом. Гидроксильные группы в молекулах многоатомных спиртов должны быть связаны с разными атомами углерода. Названия многоатомных спиртов строятся от названия соответствующего алкана, в конце присутствует суффикс «ол», свидетельствующий о наличии в составе молекулы гидроксогрупп, а перед ним суффикс, обозначающий количество гидроксогрупп. Так простейшему двухатомному спирту этиленгликолю соответствует систематическое название «этандиол-1,2», а простейшему трехатомному спирту глицерину – пропантриол-1,2,3. Как и одноатомные спирты, многоатомные реагируют со щелочными металлами, галогеноводородами, азотной кислотой. Качественной реакцией на многоатомные спирты является реакцией со свежеосажденным раствором гидроксида меди-2. При этом наблюдается растворение осадка гидроксида меди-2 и образование раствора мусильково-синего цвета. Этиленгликоли применяют в качестве антифриза и для производства пластификаторов. Глицерин используют в косметической и текстильной промышленности, в кожевинном производстве. Кроме того, этиленгликоль и глицерин используются в химической промышленности в качестве реагентов для получения других органических веществ. Для более подробного знакомства со свойствами, способами получения и сферами применения многоатомных спиртов предлагаю изучить материал 25-го параграфа учебного пособия по химии для 10-го класса. До новых встреч!